Ээээ, уходи с моего стола. Слушай, нифига себе ты мне, внимание, 5 пицц терияки мне должны привезти, понял? Следующая пицца это чикен ау. Пока шеларим здесь, зоны отвертали, расскажут всё, как есть, касты стекопы. Уйдет ругаться и кидать доставки, ждём только хорошие доставки. Всем привет! Воскресенье, традиционный обзор, и сегодня у нас переобзор на Папа Джонс. Два года назад была эта доставка у меня на обзоре, и я хочу посмотреть, что изменилось в Папа Джонс за эти два года. Вообще, если честно, я Папа Джонс заказывал пару раз домой, и, блин, вот как-то вот так вот всегда у них, понимаешь? Был период, когда Папа Джонс вообще не котировался среди меня, потому что они начали возить какую-то хрень. Но это было давно, то есть это несколько лет назад происходила такая тема. Потом вроде они исправились и возили более-менее стабильно. В общем, сейчас мы для канала снимаем переобзор на Папа Джонс, посмотрим, насколько вкусно, насколько хорошо, насколько быстро привезут. Я надеюсь, хотя бы за часик они справятся, потому что были примеры, когда они везли почти три часа. Это, по-моему, было в первом обзоре, там, лет уже шесть назад на канале. Надеюсь, справятся, блин. Я хочу калорий быстрее Папа Джонс. Мой канал, как вы знаете, связан с довольно тяжелой едой. У меня очень много всяких обзоров приготовлений жирной, всякой такой мегакалорийной пищи. В том числе про пиццу, да, ребята. Пицца это очень тяжело, мощно, несомненно, конечно же, вкусно. Если вы хотите контролировать свое питание, а не питаться на ходу, всяким фастфудом, всякими дошиками, то вы должны знать про сервис Grow Food. У этих ребят вы можете подобрать питание в зависимости от ваших задач. Например, для похудения. Я знаю, что вы начинаете писать комментарии, типа, покажи, говорю, тебе бы похудеть. Я в курсе, в курсе. В общем, если вы хотите похудеть, если вы хотите набрать массу, пожалуйста. Или вы просто привыкли к правильной еде и хотите здоровое питание. Пожалуйста, Grow Food вам все организует. Вежливые и профессиональные операторы подберут тот рацион питания, который нужен именно вам. Предельно адекватные цены, ребята. Крайне оперативные курьеры у них. И, естественно, специальное предложение для зрителей. Пока шеварим. Вы можете оформить пробный рацион любого меню всего за 650 рублей. Вся дополнительная информация и необходимые ссылки, естественно, в описании к ролику. Поэтому переходите и питайтесь правильно. Так, как вам нужно. Ну, а я закину в себя тонну калорий. Работа у меня такая. Ждем папа Джонс. Батя Джонс справился за 55 минут. Надо же, я вспоминаю, когда-то за 2 часа возили. Надо же. Ну, вообще, они привозят. В принципе, обычно, вот сколько раз я заказывал еще после того обзора. Где-то за 40-1 час. Вот это время, за которое они привозят. Они находятся не очень далеко. Возят дольше, чем Додо Пицца. Ой, чем Доминос, который привозят всегда стабильно за 40 минут. Ну, примерно, как вот Додо Пицца, так же возит и папа Джонс. Немножко логистику наладили. За это им определенного лайка. А пиццы мы сейчас проверим. Давайте температуру. Проверим, что с температурой. 57,3 градуса. Еще одну пиццу пикнем. 64,6. Ну, а если хотите, можем еще одну пикнуть. 57,9. Ну, то есть, в принципе, для поедания весьма комфортно. Начнем мы с пиццы, которая называется любимая пицца Джона. А Джон, видимо, это тот самый человек, который придумал Папа Джонс. Фирменный томатный соус Папа Джонс. Пепперони. Смесь двух сыров. Смесь трех сыров. Моцарелла и итальянские травы. Вот так выглядит пицца. И вот такая вот у них, значит, комплектация. Идите сюда. Вот опять-таки, через раз Папа Джонс то кладет пергамент, то не кладет пергамент. Сейчас вот они пергамент не положили. Видать, закончился. Хорошее тесто, пропеченное, как всегда. Я очень люблю это тесто. И вот, наверное, на Папа Джонс можно показать, в чем смысл, в чем разница теста пирожкового от теста, которое я люблю для пиццы. Видите, оно какое... Оно эластичное. Оно как бы влажное внутри. Вот за тесто Папа Джонс определенно получает прям пятерку из доставок. И всегда они комплектуют все пиццы вот такими соусами чесночными. Это масло с чесноком. И все это действительно очень вкусно для того, чтобы доедать корочки. То есть вот в этой пицце хочется доедать корочки, в том числе благодаря вот такому соусу. Такая пицца 35 сантиметров. Это считается большая пицца Папа Джонс стоит 859 рублей. Это огромные деньги. У них есть еще один размер, который я вообще никогда не брал. Размер XXL. Это 40 сантиметровая пицца. Она стоит еще дороже. То есть там уже пиццы идут за 1000 рублей. Вот такие. Ну то есть цены у Папа Джонс вообще кусаются капец как. То есть ну после них надо делать 40 уколов в живот абсолютно точно. Но тем не менее выглядит пицца аппетитно. Привезли довольно быстро, без всяких изысков. Оплатили мы наличными. Так сложилось, ребята. У меня так никогда не складывалось. Мой счет сегодня ровно 5000 рублей. И сдачи не потребовалось. Поэтому проверить там была ли бы, была ли, была бы ли, была ли бы, как правильно, была ли бы, была ли бы, была бы ли, была ли бы сдача, короче, мы не можем. В общем, ровно 5000 и все это ушло. Ладно, давай попробуем Папа. Любимая пицца Папа. Я фиг знает. У него интересовались вообще относительно этой пиццы. Очень вкусная пицца на самом деле. Я не знаю, что сказать. Я ее никогда не пробовал. Но у Папы Джонс есть определенная фишка, что у них пицца имеет какой-то насыщенный вкус. И эта пицца там и 4 сыра мы попробуем. Но я надеюсь, судя по всему, они привезли мне так же, как я там, не знаю, 3 недели назад заказывал домой поесть. Вот, то есть, хуже не привезли, вроде бы, кроме пергамента. В общем, вкусная пицца, немножко остренькая. Тут, как бы, шарики фарша. Тут пепперони, вот из-за этого она остренькая. Тут какие-то смеси сыров, которые я не понимаю. То есть, для меня это просто тут много сыра. Его довольно вкусно из-за того, что тут много сыра, начинки. Опять-таки, вкусный соус и вкусное тесто. Папа Джонс красавчики. Я помню времена, когда Папа Джонс привозил просто вот высушенную в хламину пиццу с маленьким количеством сыра. Не знаю, это какой-то кризис был. Вот года, может быть, там, 3 назад. Вот типа такого. Потом я перестал есть Папа Джонс. И потом как-то попробовал. Дай шанс, шанс дам. Заказал, вроде, опа, нормально. Как в старые добрые. Поэтому сейчас, как в старые добрые, Папа Джонс отменял лайк. И особенно, конечно, за соусы. И за тесто. Да нет, ну вообще, вообще молодцы. Я не знаю. Я много видел. У приятного Ильдара была какая-то тема с Папа Джонс. Вот можете посмотреть тоже ролик. Там приятный Ильдар, Папа Джонс. Найдете, короче. Там тоже какой-то движняк. Вот в Белоруссии, он из Бреста. Там что-то какие-то неприятные ситуации. У меня с Папа Джонс не было неприятных ситуаций. Разве что самая неприятная ситуация, это когда они стали делать откровенно говеную пиццу. Вот это было. Но потом вроде бы исправить. Ладно. В общем, пицца Папа действительно вкусная. Я бы ее себе заказывал. Но для семьи, если есть дети, не подойдет. Потому что там пепперони и она довольно острая. Папа Джонс. Следующая пицца, это чикен алоха. Так, ладно, давай еще раз попробуем. Сейчас обнуляемся. Следующая пицца, это пицца чикен алоха называется. Сколько она весит, даже на никто не знает. Просто информационно смотрим. 859. Почти грамм в грамм. Грамм за рубль, короче. В общем, вот такая вот пицца алоха. В этой пицце кисло-сладкий соус чили. Это соус, который я люблю. Эту пиццу я тоже, по-моему, не пробовал, но не помню. Тут курочка, много болгарского перца. То есть, она такая сладкая должна быть пицца, по идее. Зеленый перец, моцарелла, ананасы где-то. А вот, да, есть ананасы. Сейчас попробуем, какие ананасы. Ну, вот изумительное тесто. То есть, вот большая корка, вы скажете, большая корка, да? Ну, блин. Ну, вот это тесто, понимаешь, оно, оно вот влажное. То есть, его трогаешь, оно влажное. Оно не сухое. Его хочется скушать. Помимо того, что оно еще и вкусное. Возможно, я один такой маньяк. Но, ну, я, конечно, не скажу, что корочки есть вкуснее, чем саму пиццу. Но, скажем, съесть корочки вот с этим соусом, вот для меня лично так же вкусно, как есть саму пиццу. Корочки с этим, ну, привезите мне просто корочек от Папа Джонс там типа. Ну, или даже с этим соусом, а любые там, Доминос, Доду Пицца, Фудбенд. Нормально зайдет, короче, слайс пиццы, у них тоже хорошее тесто. Вот все везде, где хорошее тесто, очень вкусно будет есть. Где тесто плохое, блин, даже соус не спасет. В общем, чикин алоха сладкая, судя по описанию, пицца. Сейчас попробуем. Блин, ну, душевно, слушай, душевно. Практически есть ощущения такие, как вот черепашки ниндзя в фильме там едят, да, допустим, когда... Сыр, конечно, не тянется, но как-то вот вот эти большие куски болтающего теста мне очень нравятся. Давайте, в общем, попробуем. Ну, прям сочная, ну, сочная пицца у Папа Джонса. Я не знаю, где там чили, короче, вот кисло-сладкий соус, он чисто кисло-сладкий. То есть остроты в этой пицце, ну, если она и есть, то она крайне такая, что не обращает на себя внимания. Чего сказать? Вот эта пицца, чикин алоха, куриная алоха, не знаю, что это значит, напишите в комментах, что такое алоха. Она на любителя, скорее. То есть, если вы любите вот типа пиццы в стиле гавайской, там, ну, такие вот, где есть что-то сладенькое, я не знаю. Да, наверное, та же барбекю, она, скорее, сладкая, нежели какая-то... Вот есть пицца, как бы, для еды, а есть пицца полудесерт такой, что ли. Вот эта пицца такой полудесерт. Это вкусно, это сочно, довольно много начинки, то есть соотношение начинки-теста хорошее, несмотря на крупные борты, борта. Но чисто по моему вкусу, пожалуй, нет. Мне нравится больше вот какой-то акцент на соленость, на мясо. Именно поэтому я люблю пиццу 4 сыра. Папа Джонс. А она у нас следующая. 4 сыра! 4 сыра, как писали мне в одной доставке. Ну, тут что-то немножко какие-то бортики чуть стрёмненькие, смотри, да? Какие-то сжатые, непонятно. Но это ладно, это придирка. 4 сыра. Мы видим, что здесь есть что? Правильно, тут посыпано орегано. Это значит что? Это значит то, что я доволен. Если в пицце есть орегано, Виталя сразу кайфует. Ну, помимо того, что здесь есть сыр с плесенью, который я люблю. Здесь есть белый сыр, ну, типа козий, да, наверное? Хотя вряд ли, наверное, это делается не из козьего молока, это слишком жирно было. Ну, вот смотри, тут написано мягкий молодой сыр, но он просто молодой. Сыр с голубой плесенью, сыр риджанито, о, надо же, это альтернатива пармезану, видать, риджанито. Сыр моцарелла и орегано. Всё, кайф. Ну, и фирменный томатный соус. Так, давайте посмотрим, сколько 4 сыра. Опять-таки, нет инфы никакой на сайте. Папа Джонс, вы что творите? 731 грамм весит эта пицца, а стоит она, ну, это дорогая пицца, 859 рублей тоже. То есть, тут даже дороже 100 рублей за 100 граммов. Алло, откуда такие цены? Вау. Папа Джонс, ну зачем? Ну, зачем вы нарушаете закон? Надо же указывать громовки. Я вообще не уверен, что такой закон есть, я не изучал, но вроде по закону, это Димон мне сказал, по закону должны быть громовки. Димон, ты откуда это взял? У тебя подписчики писали. А, писали подписчики, так что вы виноваты, если что. Короче, подписчики говорят, что по закону должны быть граммы. В чем дело вообще? Почему нет граммов? Это очень странно, честно говоря. Ну, видимо, для того, чтобы я не смог проверять. 740 типа граммов за 860 рублей. Это дорого? Дорого. Как факт. Что там обсуждать? Пицца, 4 сыра. А, кстати, салфетки всякие дали. Где пакет? А, вон. Я хочу посмотреть, что. А, цезаречки что тут лежит? Парохладный. Цезарь от Папа Джонс. Такое тоже бывает, представляете? И Маутин Дью. А, все. А хренушки вам, а не салфетушки. Хренушки салфетушки. Салфеток Папа Джонс не дает. А мне бы как раз обтереться было бы вовремя. Но я дома, у меня есть салфетки дома. Пицца, 4 сыра от Папа Джонс в сравнении с... Я вообще люблю 4 сыра в принципе. И мне, честно говоря, наверное, моя самая любимая пицца 4 сыра. Это в итальянском ресторане на профсоюзке. Дачико, по-моему, называется. Вот там она вкусная. Прям итальянское, тончайшее тесто. Это про другую историю. Это как бы много, жирно и вот сытно. Но при этом вкусно. И если сравнивать, например, 4 сыра, я не знаю, с Додо Пицца, с Домина, с Фудбенд, ну, с лидерами, да, то Папа Джонс вкуснее. Я не знаю магии, я не знаю, что они делают. Может быть, опять-таки, вот как вероятность, может быть, они посыпают немного там глутаматом или соус свой или что-то. Ну, то есть, где-то здесь есть усилитель вкуса, который раздражает мои рецепторы, и я ярче чувствую вкусы. Может быть, из-за этого. Хочу ли я знать правду? Пожалуй, нет. Я хочу просто есть вкусную пиццу. Вот. Я вспоминаю, у меня в районе, кстати, еще Корнели пицца, например. Я живу в районе Сходнинская-Тушинская, короче, Южная-Северная Тушина. Корнели пицца, они же в Красногорске. Вот у них тоже очень вкусная 4 сыра. Кто-то еще привозил вкусную 4 сыра? Прям вот действительно такая... Я не вспомню. Но вот Корнели и Папа Джонс клевые. Короче, как факт, мне просто вкусна эта пицца. Для меня из доставок, пожалуй, Папа Джонс, это эталон, с которым я сравниваю другие пиццы 4 сыра. Все. Это точка, ребята. Это точка. Вы можете не любить Папа Джонс, вы можете писать в комментариях, а я знаю, у нас на сайте, поэтому обязательно заходите на сайт. Очень много отзывов. Там и хороших отзывов, те, кто любит Папа Джонс, и плохих, которые говорят, блин, нет, дрянь приезжает. Но опять-таки, это, видимо, в том числе болезнь филиалов, то есть у Папа Джонс много филиалов, в том числе франшизные, которые косячат, вот как у меня в районе косячили, потом перестали там, да. Может быть, с этим связано, но для меня все-таки Папа Джонс, это клево. Это клево в плане пиццы 4 сыра. Все, точка, и не пытайтесь меня переубедить. И у вас какая-то пицца барбек... Это вот Димон, Димон сидит за камерой. Я не люблю барбекю, он сказал, что он любит барбекю. Закажи барбекю, я заказал. Но мне не нравится соус барбекю, в принципе. Взвешивать не будем, ребят, но мы поняли, вы поняли. Не очень богато по весу и дорого. Папа Джонс, здравствуйте, здравствуйте. А вот эта пицца, кстати, не очень напрягает по цене. Ну, по сравнению с теми, естественно. 759 рублей, большая пицца, 35 сантиметров. Вот такие вот кусочки. Там фирменный соус Папа Джонс, который хороший, но, блин, тут еще и барбекю, который все забьет, естественно. Куриная грудка, бекон, лук, сыр, моцарелла, соус, барбекю. А вот лук, а лук был, я... Да, лук перечислил. Вот лучок, прям поджаренный или нет, или мелко нарубленный просто. Не, лучок, наверное, мелко рубится, выкладывается и уже запекается в печи. Ну, прям вот... Ну, не нравится мне этот запах, черт. Короче, нет, мне эта пицца не нравится. И, причем, вы знаете, скажу странную вещь, но не из-за барбекю соуса. Да, из-за того, что здесь барбекю соус, она мне не нравится дополнительно, но, как бы, абстрагируемся от вкусовщины, выскажу свое ощущение, как будто бы, если бы здесь не было барбекю соуса, вот в этой пицце почему-то мне не хватает влажной сырности. Вот как в пицце, например, алоха, ты прям ешь, и она говорит, фу. В пицце 4 сыра ты ешь, и она прям, фу, такая... Тут влажная, влажная, понимаете, жирно-влажная такая. Вот. А здесь чуть-чуть ощущение суховатости есть. И не потому, что они там высушили как-то эту пиццу. Нет, я видел, как работает все это в Папа Джонс. У них открытые кухни. Я в одном ресторане, на Крыжжановского, по-моему, я был, и видел, как у них работает. Там вот такая фигня двигающаяся, да, сверху нагревательные и снизу, видимо, элементы. И она проходит четко определенное время. То есть, такого нет, что они закинули в печь, там, достали позднее или еще что-то. Нет, там вот четко такой конвейер. То есть, она не может перележать дольше, чем положено по технологии. Наверное, можно менять там время и скорость движения вот этой его полотна с пиццами. Но все-таки, учитывая, что мы в один день заказали, все эти пиццы одинаково приготовлены. Кстати говоря, вот о сухости. Вот именно поэтому я заказываю пиццу на традиционном тесте. Потому что, по моему мнению, если заказывать на тонком тесте в Папа Джосс, во-первых, это тоже самое абсолютно тесто, просто не выделены отдельно борта. А тут, наоборот, хочешь ешь борта, хочешь не ешь борта. Начинки все равно будет столько же. Тесто будет выглядеть более плоским, менее аппетитным. И вероятность того, что оно пересохнет при тех же технологиях больше. Поэтому я беру только на традиционном тесте. Мне так вкуснее. Вам советую, наверное, поступать так же. Хотя вы, люди свободные, можете делать, что хотите. Пицца барбекю сухая, мне не понравилась. И плюс она барбекю. Уходи с моего стола. Мы с пиццами закончили. Папа Джонс это, в первую очередь, пиццерия. И, пожалуй, для доставки. То есть, я не воспринимаю Папа Джонс как ресторан. Если ресторан, то я найду там, где делают пиццу еще вкуснее. И, наверное, то, как мне больше нравится. В таком итальянском, наверное, стиле. Хотя американский стиль пиццы, он тоже клевый. Папа Джонс это про доставку. Если не косячат, то ребята вам привезут нормальную пиццу. Если косячат, то они косячат и со временем, и с доставкой, и со вкусом. Вот так вот. Мне кажется, крайности бывает у Папа Джонс. В данном случае, вот мне с моим филиалом более-менее везет. Mountain Dew холодный, если кто не верит. Он уже постоял, правда. У нас жарко на кухне. 22 градуса. Это алюминий, мне говорят, неправильно меряется. Ну, по ощущениям, на самом деле, градусов 17. Давай я сейчас открою. Может, внутрь пикну, что ли. Так можно, нет? 19,9. Ну, 20 градусов. Не знаю, ну, по ощущениям холоднее вообще. Mountain Dew. Шляпа, я не люблю Mountain Dew, честно говоря. Ладно, что у нас осталось? С пиццей мы закончили, но у нас еще вот, типа, типа, тоже какая-то пицца, но в другом исполнении. То же тесто, только другая подача. Это пепперони ролл, ребята. Это то же самое тесто, раскатанное вот так, разложенная начинка на нем и свернутая в рулет, порезанная перпендикулярно. Ну, в общем, вы поняли технологию, как делаются там булочки. Синабон, типа такого. То есть, это та же пицца, только в разрезе, хрен знает, как объяснить. Папа Джонс соус, чесночный ренч, кстати. Где соус? А, ну, он, наверное, намазан внутри, хотя не видно, что здесь есть какой-то соус. Вот такие вот булочки. Для этих штучек вот вообще классно было бы соус добавлять. То есть, тут вот нет в этой коробке соусов, то есть, по идее, не положено. Ладно, попробуем без соуса. С соусом хорошо, без соуса суховато, но в целом вкусно. Опять-таки, тут превалирует тесто над начинкой. Ну, не опять-таки, точнее, в пицце. Обратная ситуация, тесто только бортики в основном. А это как бы бортики с пеппероним вкусом. Не знаю, соуса там какого-то ренча я не чувствую, чесночного, честно говоря. Может, он есть, но крайне мало. Булочки не такие, как бы, сочно-влажные, как пицца у них. Но, тем не менее, это вкусно. Это вкусно, немножко остренько. И вот если с этим соусом, вообще огонь. То есть, это такие усовершенствованные корки. То есть, получается, если корки мне нравится есть так же, как пиццу с этим соусом, то вот это вкуснее корок. И, значит, получается, с этим соусом это вкуснее есть, чем даже пиццу. Так, что ли, выходит? Вы поняли логику? С другой стороны, я этот соус могу еще и на пиццу полить. Тогда пицца станет лучше всех, как обычно. Не знаю, 299 рублей, 12 штучек. Пожалуй, я бы не стал, наверное, брать. Хотя, если бы где-то в компании мы смотрели телек, например, и что-то надо было там покушать такое, я бы лучше пиццу. Пицца как-то аппетитней, круче выглядит. И это пицца. А это синабоны с пепперони. Да ну нафиг. Так, что у них с голенями, с курицей? С курицей обычно трешняк происходит в таких местах. Крылышки Барфала 429 рублей. 10 штук. Опять та же самая тема, ребят. 10 штук крыльев или 10 штук частей крыльев. Тут 5 крылышков, как мы понимаем. Тут 10 кусочков, да? Когда уже доставки начнут нормально объяснять людям, что подразумевается под крылом в их понятии. Вот крыло, вот крыло и вот крыло, да? Вот. И вот так становится крыло. И никак иначе. А так это полукрыло. У нас здесь, в общем, 10 полукрыльев. Слушай, ну они выглядят как бы не такими высушенными, как, например, в футбенде было. Помните этот обзор? Сейчас мы вставим для вас напоминание, как выглядели крылья там. Крылышки, откровенно говоря, конечно, убогие. Видно, насколько они маленькие. То есть выбор крылышков. Это не самый лучший скилл футбенда. Но при этом эти крылья не выглядят так, что их хочется есть. То есть, блин. KFC все равно рулит, как ни крути. Но лучше. Факт лучше, чем в футбенде том же, например. Давай попробуем. Еще теплый. Блин, сегодня быстрый обзорчик. Хайф. Хвалю за непересушенность крыльев и критикую за абсолютное уныние. Я не знаю, бафало, фигавало. В чем там прикол? В чем прикол этих крыльев? Вот по ощущениям это просто посыпанные чили. Крылья с куриным вкусом, блин. То есть, я, наверное, если бы заказал барбекю, у них есть еще барбекю, то они полили бы вот тем вот самым этим барбекю хайнсовским. При всем уважении к Хайнсу. Хайнс нормальная вещь, кстати. А, кстати, вот этот чесночный соус это Хайнс делает или кто? Папа Джонс. А, Хайнс тоже делает Хайнс, кстати. Вот этот классный соус. Особый чесночный соус. Я его не видел нигде в продаже. Вот я бы купил себе банку этого соуса. Ладно, не важно. Короче, унылые крылья абсолютно обычные. Если вы хотите унылых обычных крыльев, и при этом нормально приготовленных, что странно для пиццерии, как последние у нас примеры, я говорю, были не очень хорошие в этом плане, то здесь заказать можно, но опять-таки за дохрена денег. Это крылья, ребята! Пять крыльев, пять! Ну, то есть, вот столько куриных крыльев. От двух с половиной куриц. Но называется это «Десять крыльев» и стоит почти полкосаря. Дорого. И не особо вкусно. Бе-е. А, у них, кстати, в меню появилась еще лазанья. Лазанья раньше не было. Либо я очень усиленно не замечал. Вообще горячая. Иди сюда. У них на сайте она называется просто «Мясная лазанья». Оп. Ну, тут же мы понимаем с вами, что вот этот соус, этот соус из-под пиццы. Ну, кусочек лазанья. Ладно. Окей. Сейчас попробуем. О, мягенько, мягенько. Ты посмотри. То есть, ух ты. Я думал, сейчас будет какой-нибудь недоваренные там листы теста. А нет. Смотри, там фаршик. Ну, сверху, понятно, обычный соус. Но в целом выглядит лазанья довольно неплохо. Стоит она, правда. Триста сорок рублей. Вот этот кусочек лазаньи, алло, он должен быть просто божественный. И приготовленный специально, а не с тем же самым соусом, который у вас вёдра там в пиццерии. Выглядит неплохо, но надо пробовать, короче. Ну, сверху тупо пицца-соус. Он вкусный, но... Я готовился, честно говоря, сейчас разнести эту лазанью. И желания нет. Нет, у меня, точнее, как сказать, желание разнести её за неадекватную цену, потому что за вот триста сорок рублей я дома сделаю лазаньи. Понятно, что дома всегда дешевле, но просто масштаб разницы, да, это одна порция. А я дома сделаю вот такую лохань с лазаньей, с вкуснейшим фаршем, свинишком, там, выпаренный вот это всё, соус болоньеза с офигенным бешамелем. Всё, всё вот это вот будет. Вот за эти деньги я сделаю вот такую лохань. На всю семью ещё и на завтрак хватит. Порций шесть, семь хотел сказать. Ну, шесть порций таких вот будет. То есть за цену это неадекватная цена. То есть я считаю, что вот если уж там ресторан, ну, вот сколько я готов был бы заплатить? 200-250 рублей. 250 рублей максимум за вот такую лазанью. Но не могу сказать, что она невкусная. То есть в принципе вот этот вкусный томатный соус, там даже намёки на соус бешамель и довольно вкусный, мягкий и такой не пересушенный фарш, делает из этой лазаньи довольно вкусную лазань. Вот, скажем так. Можно это назвать лазань. То есть по вкусу мне понравилось, по цене это полный неадекват. Я Папа Джонс никогда не пойму, честно говоря. Но если в пиццерии я готов прощать за пиццу, потому что она... Потому что альтернативы практически нет. Я везде получаю тоже хорошо в других местах, но чуть-чуть не до. Чуть-чуть не до. Вот. Ну, моя вкусовщина может быть. Ладно. Ну что, у нас остался ещё десертные какие-то палочки. Там это мы отдельно посмотрим. И салат Цезарь от Папа Джонс. Я не помню, как он выглядел раньше, но сейчас он выглядит вот как-то так, как конструктор. И это хорошо. Салат Айсберг, салат Романа, таманчирь, куриный филе, гренки, сыр пармезан в кавычках, консервация, арбинок. Консервант? Куда это? Куда это? И что-то непонятно, непонятно, что соусом. Ну, то есть в составе тут всё, что угодно указано, кроме соуса. Соуса тут нет вообще, или вот он отдельно. Но в составе соуса нет. Блин. Да как его открыть? Мне скажите, вот за этот носик по тени откроется. Да ни хрена. Да чёрт. Да как? Да что происходит? Да ёпп. Всё, психанул, Виталий. Короче, смотри. По логистике упаковки определённо это огромнейший лайк, потому что всё отдельно, всё отдельно. Тебе остаётся это смешать. Это очень хорошо. Не вымокают гренки, не слюнявится салат. Аж смотри, аж трёхэтажная штука, а. Посмотри. Трёхэтажная штука. Тут салатик, тут овощи, курочка. Холодная, но мягкая. Тут мало сырочка. Вот это вот, видать, риджанита, да? Риджанита. Ну, вкусный довольно сыр. Надо поискать в интернетах ваших. Ну и салатик. Давай всё это объединим. И сделаем то, что мы и должны. Да, мы с вами должны всё смешать. Салатик не очень большой, 350 рублей стоит. Это адекватно? Нет, это неадекватно. Это совсем неадекватно. Очень мало курицы. Соуса немного. Курицы немного. Два перепелиных яйца. Это хорошо, кстати, что перепелиные. Три черри. А, нет, два черри и три яйца. Вот такой салатик. Ну, скромно, слушай. Ну, реально его немного. За 350 рублей могли бы, наверное, раз в полтора уж больше сделать. Ну, кто я такой, чтобы судить Папа Джонс? Я не понимаю. Я не понимаю, как рестораны, доставки, которые делают вот такой шняжный соус. Он не шняжный, но он не цезарь, понимаешь? Это какой-то такой кисловатый, кисловатый хайнс с чесноком, типа вот что-то такое. Мне кажется, это реально тоже хайнс им делает, запечатывает в эти пакеты. Потому что некоторые доставки кладут ну, прямо вот такую вот баночку и пишут, ну, написано «Хайнс соус Цезарь, пожалуйста». И ты такой, о, блин, что-то фигня. А эти запечатали в отдельную баночку, и ты уже не предъявишь, что они кладут просто фабричный хайнс, который... Не, ну, он годный, типа, ну, просто поесть там дома, но когда ты берешь за 350 рублей, ну, ты хочешь, ну, вроде как в шоколаднице вот такой вот соус есть. Вкусный, анчоусный, рыбный. А это просто какой-то чесночный мазик немножечко. Вот типа такого. Майонезно-сметанно-чесночный вот такой соус какой-то. Это довольно съедобно. Я не хочу сказать, что это салат, который, да, типа там выкинуть. Нет, он нормально, его съесть можно. Но, блин, не за 350 рублей и не называть его Цезарь. Все. Нет, это не соус Цезарь, это не салат Цезарь. Это вообще не Цезарь, это куриный салатик с чесночным мазиком. Вот так вот назови, и будет нормально. В общем, мы все попробовали. По итогу могу сказать, что меня немножко от Папа Джонс все-таки бомбит под конец. То есть вначале хорошо мы пробовали пиццу, которая привык, что она стоит дорого. Мне нормально, я привык. Но когда уже началась вот эта вот тема, типа крылышки за 400, там 5 крылышков, салат на донышке за дохрена денег, мне стало странно, блин. Папа Джонс, ну вот эти вот сопутствующие штуки, я понимаю, почему пиццерии продают вот эти всякие крылья там дополнительные. Да, это дешевый, простой продукт, который легко приготовить, и за который можно толкнуть денег. Потому что все люди хотят пиццу и чё-нибудь закусончик. Поэтому это всегда в разделе закуски находится. В разделе закуски находится то, что дешевое и легко приготовить. Но стоит оно всегда дохрена. И вот у Папа Джонс вот это дохрена, оно ещё чрезмерно. Мы почти закончили, но не закончили, потому что у меня есть ещё какая-то штука, которая тоже наверняка стоит дохрена. Это косички, да? Что за косички? С корицей, блин, твою мать. Я думаю, откуда запах? Корицы, блин. Это узелки сладкие. О, 8 штук, 150 рублей. Первая адекватная цена от Папа Джонс. Ну, тут ничего особенного, конечно, нет в этих узелках. Иди посмотрим. Это просто тесто, это просто пудра и корица, да? Ну, оно такое, оно довольно сухое тесто уже. Ну, так и должно быть, видимо, должно хрустеть. Типа, типа слоёного такого. Но, тем не менее, 150 рублей, смотри, под чаёк, а? Давай попробуем. Узелок завяжется, узелок развяжется. Так. Взял всё в руки. Не, ну, Папа Джонс молодец. То есть, там в лазанью не надо делать соус бешамель, выпаривать его там 2 часа. Зачем? Обычный пицца-соус добавим, и оказывается вкусно. Вот здесь вот они взяли обычное тесто от своей пиццы. Стандартное вот это. Чуть-чуть солёненькое, потому что чувствуется солёность этой пиццы, ой, этого теста, как будто бы оно для пиццы. Но при этом это вкусно. Было бы, конечно, прикольно, если бы хрустело немножко. У меня редко не выносят корицы, я её ненавижу, серьёзно. Корицу я могу терпеть иногда в каких-то, типа, штруделях, там, яблочных. Яблоки с корицей нормально. Но, в целом, для меня это продукт убийственный, я не люблю её запах. Так же, как запах Аниса, например, не нравится мне. Вот, просто не нравится. Я не скажу, что я страдаю. Мне довольно вкусненько. То есть, тут как-то всё это довольно гармонично. Итак, вот она, новая табличка. Здесь у нас гораздо меньше критериев. Поздравьте нас. Цена, вкус, качество, соответствие. То есть, соответствие тому, что на сайте, внешнему виду, граммам и так далее, и так далее. Сервис, это все сервисные истории, о которых я уже рассказал. Скорость понятна, температура понятна. И лайк, это то самое, о чём я говорил. Лайк, это ништячок от меня. Вот и все критерии. Все, кстати, доставки, которые были до этого, переделаны под новые критерии. Всё нормально, ребят. В целом, ситуация не поменялась. Но некоторые несправедливо заниженные доставки, которые были совсем внизу, они чуть-чуть выбрались наверх. Там вот, мясник и его девочка, я помню. Они вообще где-то внизу из-за времени доставки были. Но за счёт моего лайка они чуть выше стали. В общем, такие дела. Ладно, неважно. Выставляем оценки. Цена. Цена Папа Джонс. Цена Папа Джонс, конечно, это дорого. Это критерий важный. 20 баллов занимает. Я поставлю им, пожалуй, 3 балла. Потому что цена бывает выше, бывает гораздо ниже, но качество гораздо хуже. Вкус, качество. То есть, здесь имеется в виду качество ингредиентов и вкус, который я получаю. Вне всяких сомнений, Папа Джонс получает пятёрку. В соответствии тому, что я вижу на сайте, ой, того, что я вижу на сайте и то, что по факту приезжает. Опять-таки, без возможности проверить граммы, но чисто даже внешне. Я могу сказать, что Папа Джонс красавчики. Пицца выглядит вкусно на сайте. Пицца выглядит вкусно в жизни. Всё хорошо. Сервис. Что касается сервиса. Нарекания на сайт определённо у меня есть. Сайт. Раньше он был вообще адский. Серьёзно. Раньше был адский сделать заказ. Для того, чтобы сделать заказ, мне надо было найти на сайте свою пиццерию, которая у меня в районе и так далее. Сейчас этого нет. Сейчас ты просто делаешь заказ, и он уходит туда, к чему твой адрес принадлежит. Это хорошо. Но при этом есть какие-то странные штуки наподобие, ты оформил, оформил заказ, там телефон, например, я ошибся в телефон. Естественно, весь оформил заказ, перешёл вниз, нажал, всё, оформить заказ. И он мне такой, раз, и всё, и ничего не делается. Я такой, блин, чё за фигня. Нажал ещё раз, опять ничего не делается. То есть, не выдаётся никакой ошибки. Полистал наверх страницы, посмотрел, что горит красненьким телефон, блин. Но ты мне внизу сообщишь, что у тебя неправильный телефон. Указан, поправь там, типа такого. Вот. Такого нет. Это очень странно. То есть, доставка с мировым уровнем должна иметь офигенный сайт. Как Додо Пицца, лучшие в мире сайты. Алло Пицца хорошая. Достоевский, шикарный сайт там. И всё. Папа Джонс всё равно как-то отстаёт. Вот, я не знаю. Они какие-то консерваторы, видать, в этом плане. В общем, по сервису я поставлю 4. Возможно, вот только с сайтом у меня в целом какой-то такой негативчик есть. Скорость поставим 4, потому что есть доминос, ребята. Температура. Температура, пожалуй, ну тут и напитков, и как бы пиццы, да, в целом 4,5. Потому что напиток, несмотря на то, что кажется мне холодным, вы мне не поверите, что он холодный, показывает 20 градусов. Но по факту мне кажется холоднее. Ставим четвёрку. Ну и лайк от меня определённо получает эта пиццерия. Потому что заказывать я не то, что буду, я и так заказываю периодически. Потому что Папа Джонс для меня, пожалуй, один из лидеров по вкусу. И это очень хорошо. Это очень радует. Радует, что они у меня есть здесь. Вот. Значит, 86 баллов по новой оценке. Это хорошая оценка. Опять-таки, Папа Джонс не будет в топе. Папа Джонс всё равно ниже, там, Алло Пицца. Ниже даже, чем Додо Пицца. Вот. При всём, при том, что реально по вкусу мне Папа Джонс нравится больше. Но вот не добирают, понимаешь? То есть им надо как доставки ещё и сайт доработать. И, может быть, цены сделать более адекватные. Или сделать какие-то офигенные акции наподобие, как в том же Доминосе, где... Дим, вот ты пользовался, по-моему, Доминосом, да? Доминос. Или, Алло, кто тебе это? Ты там периодически акции какие-то говорённые. Я играл Папа Джонс. А, именно Папа Джонс? У них есть акции хорошие? А, кстати, да. При заказе А900 пицца 30 сантиметров подалят. Используй промокод Азия Папа Джонс. Ну, то есть вот у нас заказ на 5000, да? Заказ на 5000 у нас. Это вот спасибо, что ты обратил внимание, Дим. То есть, понимаешь, я должен использовать промокод Азия для того, чтобы получать пиццу в подарок. Так вы мне дайте пиццу в подарок по умолчанию. То есть, если предусмотрен какой-то подарок за сумму... Ребят, 5 косарей потратил. 5 ровно тысяч. Это 5 подарков. Подарите мне хоть одну пиццу, просто так привезите. Я не вёл никакой промокод, откуда я про него бы узнал, блин. Вот я сейчас злюсь на Папа Джонс. Я хочу лайк убрать. Серьёзно, ну что за приколы? Ставлю лайком, хрен с ним. 86 баллов, но всё-таки вот... Лёгкая бомбёжка на Папа Джонс есть. В общем, ребята, всё. Спасибо, что посмотрели. Такой вот выпуск Папа Джонс вы поняли. Про сайт вы поняли. Про новый рейтинг вы поняли. Вы всё поняли. Вы у меня классные, чё я знаю. Я вам тоже ставлю лайки от души. Обнимашечки там всякие такое. Спасибо за просмотр. Всего вам вкусного. Пока. Папа Джонс. Слушай, нифига себе ты мне внимания. 5 пицц терияки мне должны привезти. Понял? Ну реально, 5 пицц терияки. Ну положи пиццу. Мне приятно будет, что мне подарок дали пиццу. Клёво. Ну а кто даёт пиццу? А, ей... А, нет. При заказе от полутора тысяч пицца цыплёнок крэйс в подарок. На сайте инфа. Используй промокод ЧИКЕН. Ну понимаешь, ну как? Ну нахрена эти сраные промокоды? Ты возьми и положи, блин. Используй промокод ЧИКЕН. Используй промокод ЧИК.